Владимир Иванович, добрый день. Добрый. Андрей Павук вас веншует с ростом христовым католитским. Счастья вам здоровья, как лес добро наросло. Благодарю за пожелания. Да, как бы уже контроливали добро, не пускали секции этих мигрантов, наши богатые природные. Там разобрались хоть? Мы регулярно с вами общаемся. Я уже как раз отвечал. Да, регулярно общаемся, а понимания эти разобрались с той проблемой. Ты хочешь спросить про лес? Административные по единичным деревьям, административные процессы заведены. По факту их расследования, вы можете это тоже в базе при наличии желания все посмотреть. На сегодняшний момент по единичным деревьям, которые были найдены в лесном фонде, глобальные вырубки на территории лесного фонда не зафиксированы, а единичные есть. По ним заведена административная процедура. Все это вывести на официальных источниках. Люди работают. Ну, слава Богу, что разобрались. Зараз воля хочу поговорить с вами. Владимир Иванович, доброе утро. Доброе. Знаете, вот вы как специалист, хочу вас спросить про дубы, которые выпиливают там-сям. И вот недавно был скандал, но на прошлой неделе, на этой неделе, в Пинском районе, когда приехали трехсотлетние дубы срубать, а бабушки вышли его защищать. Вот. И у меня просто такой вопрос. Каким образом выдаются разрешения и выдаются ли на вырубку вот таких вот деревьев? Чаще всего возле кладбищ? Убираются эти деревья. В первую очередь это те, которые мешают и опасны для определенных там видов деятельности, в том числе и для захоронения и посещения кладбищ людьми и так далее. Опять же, здесь распространяется закон о растительном мире. Выносится либо решение, либо другой документ органов власти. И производится вырубка. В основном опасных, либо мешающих для производства какой-то деятельности деревьев. То, что касается кладбищ. Еще раз говорю, но здесь я могу, может быть, где-то конкретно в случае быть некомпетентен. Но то, что касается Государственного лесного фонда, то здесь однозначно по дубовому хозяйству, как и по любому другому, существуют расчетные лесосеки по главному пользованию. Которые, естественно, возраст их рубки значительно выше даже, чем сосна, за 100 лет. И тоже делаются официальные отводы. Она вносится в проект лесоустройства для того, чтобы тоже делать качественную продукцию. Спелый лес, как и по дубам, в том числе как и по сосне и по осине, вырубается для последующей переработки. Я уже неоднократно говорил, если у вас возникли какие-то вопросы, по каким-то конкретным моментам делается все элементарно. Делается запрос, на который мы в обязательном порядке дадим детальный ответ. Либо передрисуем по компетенции в тот орган, который вам его предоставит. Ну, а вот по этим пинским дубам, так это вот к вам в лесное хозяйство можно запрос писать или это надо в какое-то другое место? Вы можете написать на нас, мы найдем собственников и перенаправим ваше обращение. Угу, хорошо. Спасибо. Да, пожалуйста. Да, до свидания.